Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как осознание. Есть слова, которые звучат сознание, есть подсознание, есть осознание. Это слово означает понять, воспринять, узнать, уразуметь, усвоить, дойти до чего-то. И знать, это одно, а осо, добавка, это значит дойти до этого знания. И в духовном мире очень важно каждому человеку осознать то, что духовный мир реален и он существует. Что этот невидимый мир, он влияет на человека, и необходимо осознать это. Необходимо также осознать, что существует Творец, и мы Его творения. Это и природа, это и животные, и все люди. Затем необходимо осознать значение веры для человека, значение прихода Иисуса Христа, Сына Божьего на эту землю. Затем осознать Его действия в виде пролитой крови за нас, за наши грехи. И дойти до понятия, которое называется покаяние. А это значит, необходимо узнать заповеди Бога, и понять, что я нарушаю эти заповеди. Покаяние – это огромное осознание для каждого человека. И это спасение, это путь спасения. И затем необходимо осознать, что человеку, каждому, необходимо быть послушным. И послушным ни родителям, ни друзьям, может быть, ни правительству, о живому Богу, который все о нем знает, который знает начало его и конец его, знает, в каком сегодня месте он находится, и что тяготит его сердце, разум и душу. И затем в послушании проявлять веру через дела, через поступку, ибо вера без дел, она мертва. Осознание – важная часть в жизни каждого человека, но не все люди доходят до осознания. Посуждайте на эту тему. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok